народ привет продолжаем рубрику мини распаковочки сегодня у нас еще чуть-чуть прибавилось товара сейчас мы с вами это все дело как обычно вскроем и посмотрим на что мы потратили свои денежки так первый пакет это у нас удлинитель балла балансира 3s аккумулятором для зарядки чтобы не дергать постоянно зарядная у меня i max b6 чтобы постоянно не дергать я заказал вот такие вот удлинняшки чтобы было удобно втыкать вытыкать 2s удлинитель у меня уже стоит он был в предыдущей распаковочке недавно и сейчас я также воткну сюда 3s и пускай не вот так вот будет болтаться зато я не буду туда постоянно подлазить все у меня рядышком здесь зарядник можно даже как-то стационарно сделать чтобы был поудобнее вот так следующий конверте в следующем конверте у нас у нас две платы как помните я паял уже плату которая понижает вольтаж с 11 вольт до 8 будем грубо так говорить вот там диапазон высокий короче понижает вольтаж но она была всего лишь там 23 ампера и соответственно когда нажимаешь сильно газ на машинке срабатывает защита и отключается питанием вот поэтому я купил немножко помощнее я купил 5 ампер и 5 ампер с дисплеями и с разъемчиками вот соответственно посмотрим как тут что будет выглядеть немножко по-другому сделано сопротивление выведены сюда потому что здесь дисплей чеки стоят вот так что будем смотреть значит это у нас а вход у нас сюда выход у нас вот отсюда а вот эти это я уже не знаю на что идут разъемчики будем смотреть проверять не могу точно сказать возможно ну посмотрим по платам что куда ссылочки на платы будут как они работают видео тоже будет вот так же мы спаяем с вами следующие серии и посмотрим как они работают и опять же снова и за ты снова же их затестим и посмотрим хватит ли нам 5 ампер или не хватит вот такие вот так следующее так здесь у нас тоже что-то интересненькое здесь у нас на тот момент если нам не хватит 5 ампер я взял 9 амперные вот такая вот штукенция с радиатором вход-выход сопротивление вот здесь настроечные вот раз и два разница смотрите в чем значит размере радиатора разницы нет разница только вот тут обмотка сопротивление сопротивление одно и и конденсаторы побольше стоят вот максимальный 35 вольт хотя вот здесь стоят их 4 штуки 50 вольт на конденсаторе написано 30 50 так емкость тоже разная емкость 1000 микрофород 470 тысячные тоже ну надо посмотреть если честно я забыл какая из них какая красная и зеленая ссылки на них я оставлю вот проверим мы их все подключим кстати пришел один для анти термятой загнутый вот подключим протестим и посмотрим сколько они реально выдают и насколько у них защита ну защита мы проверим так то что 3с максимальный газ посмотрим как чего будет так еще одна у нас посылочка это мягенькая здесь у нас с вами немножко не по теме здесь у нас велосипедная сумка для телефона сумка такая через плечо один кармашек у нас под бутылочку вот и сюда застегнем расстегнем сюда телефончик такая вот сетчатая через плечо перекинул и поехал потому что в кармане постоянно он потеет либо может телефон выскочить вот я взял вот такую вот яркую сумочку а сумочку взял такую яркую но она на фото было немножко потемнее оранжевого цвета потому что у меня велик оранжевый с черным ну вот вот такой вот небольшой беглый обзорчик сейчас еще будет еще одна интересная штука как бы сказать забегая немножко вперед вот сейчас вы все это увидите недавно на обзоре вы видели вот такой вот аппарат от фирмы mz вот видели уже небольшой его тюнинг значит что я сделал чтобы подвеска была более мягкая я поставил сюда под болтики вот такие вот пружинки надеюсь вам видно и получается то что рессорина немножечко еще когда колесо до конца уходит вот стало получше ходить вот так же я поставил такие же пружинки сюда вот соответственно стали хода чуть быть побольше вот но этого все равно мало так как протектор очень слабенький вот машиночка идет по сухой поверхности такой нормально как чуть-чуть снежок или такая глинистая мокренькая он идет руль как бы вывернут а он идет прямо либо сползает вот меня тут недавно посетила такая идея у меня есть несколько комплектов колес от гелика hg вот резину я ее и и ваш не она дубовая я тоже пробовал немножко тюнинговать но ни одна машина на ней так нормально не ехала я и прорезал ряд убирал протектора вот так он немножко начинала грести вот но если допустим это было снежок какой-то просто зарывается и как бы толку от ней нету вот но и плюс диски еще чудные которые ничего другая резина на них не подходит это резина на другие не подходит я решил забил на нее уже давно вот вот такие вот она была дубовенькая ничего и как вы уже видели в группе вконтакте или в инстаграме я скидывал фоточку где я обрезал кусок протектора и склеил покрышку в меньший диаметр в принципе все получилось она мягкая она не разваливается я ее одевал на колесо сюда она конечно же пошире но я ставил колесо сюда и она как бы нормально все нигде не цепляла поворота хватало везде и влево и вправо нормально но я ее делал вот из этого грызаного протектора ну я решил ну все спросили на тесте бы ее увидеть такую вот покрышечку и я решил оставшиеся 6 штук которые у меня нетронутый протектор сделать на каждое колесо новые покрышки вот такие вот они у меня получились 6 штук куча кусков у меня резина осталось но как говорится не жалко тем более есть у самого интерес проверить как это будет покрышечки я в принципе ставил рядышком здесь сзади они нормально попадают впритык зазор остается вот ну и не знаю как брызговички подойдут или нет ну очень хочется мне затестить посмотреть увеличится ли у него проходимость если да то это будет супер зверюха потому что двигателя ей хватает этой модели единственное что и не хватает это штатного аккумулятора но его мы ближайшее время поменяем потому что 7 и 2 400 миллиампер просто вообще ни о чем вот так что сейчас я разбортирую все колеса одену туда эти покрышечки и покажу вам результат а тест вы увидите уже совсем совсем скоро вот значит народ что получилось вот такая вот у нас махина такая прям злая в весе до добавила порядочно вот все тут крутится везде тут все нормально ну стал конечно тут на максималках но я думаю что он так высоко не будет когда ехать подыматься ну посмотрим как говорится если что если реально будет хорошо ехать просто его подымем от рамы еще одну сверху пустим и все он чуть приподнимется и будет такой вот классный грузовичок так ну все это в сторону так и еще есть мне вот такая вот посылочка сейчас я вниз спущу просто доставать неудобно будем потихонечку смотреть что в ней значит так сверточек номер 1 аккуратненько потихонечку открываем что-то уже ломаем как вы уже видите немножечко это моделька эта модель у нас получается троллейбуса троллейбуса в масштабе 143 вот такая вот модель от фирмы ссм зои 9 вот такой классненький троллейбус в мою коллекцию немножко он такой не свеженький но мы постараемся доделать чего не хватает напечатаем на 3d принтере вот а так конечно модель очень интересная вот пойдет к нам в коллекцию в стороночку но есть у нас еще одно потихонечку скрываем мне пришлось даже вылезти так часть упаковочки ушла фонарь сломанный дальше из-под батона пакете кто-то у нас замотан конусочек раз два три три конуса баночка он же с этими строками и болтиками так что-то еще отломанное есть ладно запчасти когда есть это хорошо вот когда их нет это плохо так сюда ставим дальше так это я понимаю у нас звуковой модуль зарядка тоже сюда складывают так давайте откроем вот этот пакетик а здесь у нас танкист вот такой крутой танкист 16 масштаба ну и венец всего мероприятия да 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 дам поломаная поломана их жалко то как жалко так так получается что получается еще одна фара отломана на одну стороночку ее где первая вот она еще кусочек пластмасса ничего не выкидываем пластик имеет свойство приклеиваться так и вот тут что-то у нас отломилось что-то разобралось надо будет это все дело проверять как должно быть это у нас модель танка модель танка я сейчас сниму она не сломана здесь у нас есть включение почему-то двойное здесь под аккумулятор вот здесь у нас громкость регулируется вот здесь у нас железные траки это модель танка Т-72 от компании Диагостини сборная модель вот должна ездить на радиоуправлении пульта от нее нет вот но я думаю что мы все это дело запустим и все посмотрим почему-то дула вот тут у нас болтается а она стрелять еще должна и поэтому она болтается она наверное фиксируется вот в этих частях чтобы не болталось так ну вот немножечко есть конечно у нас поломанного но ничего я думаю все это дело у нас восстановится отличная модель тяжелая по весу прям вот здесь сейчас получится взвешу потом напишу данная модель я считаю то что никак не сравнится с китайскими хэнлонгами хотя она тоже получается китайская но все-таки здесь детализация побольше плюс траки металлические вот привод приводная шестеренка металл вес побольше вот так что будем смотреть будем запускать я надеюсь вы уже видели недавний тест китайского танка вот тут открывается танкист туда прячется ну все на этом обзор закончен на сегодня с посылками все всем спасибо за просмотр пока я это не знаю что это